Итак, уважаемые зрители, мы с вами в студии программы «Подробности». Анатолий Сергеевич Щербаков здесь рядом со мной. Анатолий Сергеевич, давайте сразу перейдем к делу, а именно вот к этим курительным смесям, к спайсам, потому что идет статистика, в общем-то, угрожающая, и сведения угрожающая, и надвигается откуда-то со стороны границ с Китаем, по-моему, все это идет с восточных краев, с восточной стороны, как в песне. И раньше мы такого не слышали, чтобы смертность какая-то была от спайсов, но если только вот я чего-то не знаю сейчас же, это просто какая-то беда. Так вот, разъясните нам профессионально, в чем вред и опасность этих спайсов? Ну, под спайсами подразумевает это курительные смеси, это смесь разных там трав, которые обильно, будем так говорить, приправлены искусственными канабиоидами. То, что раньше там называлось марихуаной, а это искусственные канабиоиды, они синтезированные, синтетические, и где-то они, ну, порядка раз в 6-8 токсичны, чем обычная марихуана, но это приличный уровень, приличный уровень. И вот употребление этих, сейчас такое получило распространение этих спайсов, вред какой? Это очень своеобразный такой курительный смесь, своеобразный такой наркотик, в плане того, что он не действует на какие-то отдельные вот структуры там мозга, а он действует на всю психику в целом. То есть идет системное деформирование психики. Именно вот таким вот образом, системное деформирование. А в основном это наблюдается в нарушении восприятия. То есть человек перестает воспринимать реальность так, как она есть. Проявляются какие-то идеи, я называю их опасными идеями. То есть ему кажется, что его преследуют, за ним следят, что его там молодая девушка изменяет. Вот это вот такая вот идея. Ну, кроме того, само по себе употребление, оно сопровождается очень выраженным таким неврологическим и соматическим действием. Очень сильное сердцебиение, там, тошнота, рвота, головокружение и так далее. Там подобное. Я не буду все это описывать. Слушай, страшно. Вас это стало страшно. Да, но в случае, так сказать, передозировки, то просто сердечко не выдерживает, будем так говорить. Или остановка сердца, или остановка дыхания. И вот это вот системное изменение психики, оно даже возможно после однократного употребления вот этой курительной смеси. Спасибо. Вот я вспоминаю такой случай, когда один мальчик там просто употребил один раз и как бы забыл о нем. Ну, прошел месяц, и он решил зайти, там, взять, знаете, такие есть энергетические напитки. Попив его, у него тут же снесло крышу. То есть, наступил психоз. То есть, психика была на грани, и достаточно было малейшего какого-то фактора, неучтенного или учтенного для того, чтобы это. А психоз у них наблюдается достаточно выраженный и такой страшноватый. То есть, психмоторные возбуждения, мечутся, кричат, какие-то галлюцинации. Ну, вот в интернете мы видели, какого-то страшного. Да, 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 да. Это на самом деле очень страшно выглядит. Вот кто-то действительно со стороны невидимого ломает человека. Он какой-то вот такой весь изломанный. Да, весь изломанный. Вот. И вот это вот нарушение восприятия, оно может оставаться очень длительное время. На несколько лет даже. Мало того, знаете, есть так, по характеру такие люди, немножко, ну, как бы в себе такие вот склонные. Замкнутые. Замкнутроверты, да. Вот эти вот спайсы, они что делают? Они толкают его к развитию шизофрении. То есть, там уже большая психиатрия. Это вообще большая беда-то, страшная беда. Но вот сейчас как наблюдается развитие вот этой вот, ну, если мы начали говорить спайсовую, будет спайсовая вот эта вот наркомания в нашей области. Если по региону, по области. Да, по региону, если что. Ну, Рязанская область не относится к числу вот выдающихся таких областей. Ну, где-то там далеко сзади. А я могу сказать так, что где-то у нас вот на сегодняшний день порядка по области 1250 учетных наркоманов. 1258, если уж точно говорить. Вот. За последний год их количество увеличилось. Вот на 200 человек где-то выросло. Но это не за счет того, что у нас стало там их больше, там, потребителей, а за счет того, что повысилась обращаемость. То есть... Народ пошел. Народ пошел, плюс суды стали работать. Они иногда назначают такое вот обязательное лечение от наркомания, вместо того, чтобы человека отправлять за решетку. Поэтому, ну, как-то вот потихонечку система начинает работать. Ну, ладно. Это можно назвать, ну, какой-то небольшой, но тенденцией. Тенденцией, да. Ну, на самом деле, мы не знаем истинной картины, потому что обращаемость, она... Дело в том, что считается как бы... Ну, какой наркотик? Я вот разговаривал там с одним. Он говорит, я не наркоман. Почему? Ну, я же не колюсь. То есть, атрибут вот наркомания – это обязательно внутривенные там введения, а не то, что человек там курит или нюхает. Вот в этом. Поэтому, ну, те, у которых там раз-два, мы не называем их наркоманами, это потребители наркотиков. Вот. Но я вам так скажу, что зависимость к спайсу развивается очень быстро. Стремительно. Да, очень быстро развивается. Причем потом нужен как бы именно он и никакой другой наркотик. То есть, вот именно трапизм к нему. Вот именно на нем предпочтение. Ну, называют их там какие-то по-разному, там дизайнерские наркотики и так далее. В основном это галлюциногены плюс психостимуляторы. Вот такое действие, оно вот такое. Ну, да, страшненькая очень такая штука-то. А вот не так давно, я вот так вот бы выразился, у нас запретили свободные продажи КДН-содержащих препаратов. Вот, дизаморфина стала меньше, как бы, но... На порядок меньше. Да, на порядок меньше. Но, как, вот, знаете, перефразируя поговорку, не святое место пусто-то не бывает, наверное, на встречу к нему приходишь. Ну, это да, это такая тенденция, которая есть. Везде есть, но мы что-то так запрещаем. То, в принципе-то количество наркоманов, как оно было, так осталось. Но они вынуждены тогда искать какие-то другие... В том числе и к синтетике. И в том числе, да, и другие наркотики, которые бы компенсировали бы все это. Вот, поэтому вот сейчас, может быть, речь идет о том, что количество таких потребляющих увеличилось, ну, за счет вот такого вот. А в принципе оно остается, как бы, ну, да, невысоким. Как вы считаете, а сейчас вот нельзя ли внести изменения в законодательство, допустим, чтобы вот взять эти смеси... В смысле вообще полностью запретить, да. Ну, понимаете, в нашем, там, кодексах административных, уголовных, там, в принципе, есть такая статья, я не помню сейчас, номер, кажется, 238-я, где написано сбыт, хранение и распространение товаров, угрожающих безопасности. То есть никто не мешает применять вот эту вот статью. Просто ее надо применить и все. Просто надо ее, да, применить. Ну, как вам сказать, запретительные меры, они ведь тоже играют какую-то роль, да. А если мы говорим о том, что там вот связаны ситуации с алкоголем, там после 10, там нет продажи. Знаете, потребление спиртного у нас в целом по России в этом году значительно сократилось. То есть играет свою роль там запретительные вещи. Не основную, конечно, да, потому что здесь очень много факторной проблемы. Это и социальные еще тут проблемы, и, ну, масса других, я не буду на эту тему говорить. Вот, и плюсы. И, конечно, и философская какая-то. То есть это отношение к себе, отношение к жизни, отношение к психоактивному веществу. Отлично. Ну, и теперь уж, если мы с вами подошли к этому, то давайте последнюю нашу с вами, последнюю минуту, так сказать, сегодняшнего эфира посвятим тем, кто, может быть, вот нас видит, или те, кто думает вот об этом сказать. Вот что делать? Что делать сейчас вам человек, который чувствует еще шаг, и я в круге, вот о котором вы говорили. Которого, может быть, там разум-то еще светлый, и хочет он бросить это дело все. Ну, если есть желание, я еще раз говорю, у нас, да, наш все-таки лучше, всегда лучше. Ну, мы всегда даем такую рекомендацию, обращайтесь к профессионалам. Потому что есть опыт, есть ресурсы, есть средства, которые мы вкладываем в этих людей, и на самом деле им помогаем. Поэтому я только приветствую тех вот людей, которые понимают, что с ними такая беда случилась, и ищут способы, ищут пути, потому что все-таки, давайте так говорить, это путь в никуда. Вот если вот одна дорога к вам в диспансер, и эта дорога, как говорится, светлая в данном случае, все остальные... Нет, нет, понимаете, там, где есть какие-то тяжелые заболевания, там всегда около появляется очень много каких-то структур, каких-то людей, может быть, да, и харизматичных в какой-то степени, которые используют это все. Ну, мы с вами прекрасно знаем, там, сколько раз изобретали лекарства от рака, наживаются на этом. Так и на этой болезни тоже появляются какие-то целители, которые рекомендуют себя. Вот, но на самом деле, поверьте мне, чудес не бывает. Спасибо. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Кород. Подробности». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин